а мы спускаемся вниз мы посмотрели бендерскую крепость сверху самая высокая мышка мы сейчас будем заходить еще в некоторые места и смотреть такой красоты я не видела даже в интернете есть фотографии с бендерской крепости в интернете но они явно не как у меня у меня фотография получится яркие не получились и сочные такие насыщенные цвета в интернете я видела фотографии с бендерской крепости но не такие тусклые темные здесь просто мега крутые так мы спускаемся это первое место куда мы пошли бендерской крепости на вышку посмотреть всю красоту сейчас мы пойдем ты знаешь мне кажется уже не так высоко мы находимся как казалось сначала после того как мы поднялись наверх уже все не высоко ну страшно было подниматься а когда поднялись походили вокруг сделали фотки очень крутые и сейчас уже будем спускаться не лиса держись и спускайся лестнице здесь конечно же исторически а что жди меня у меня в руках жилетка поэтому одной руке телефон другой руке жилетка и спускаться чуть-чуть сложновато но осталось две степеньки одна боже как здесь красиво так еще нам можно пойти в ту сторону да что здесь ухты ухты окошечко реставрация здесь можно подглядывать кто что делает тоже пойдем дальше здесь видишь пол деревянный и потолок деревянный кстати потолок это там где мы сейчас были мы ходили по потолку и поднимались на выску все остальное из котельца так там что-то я увидела карета да здесь можно а это ступень идет мы с одной стороны заходили здесь можно с другой стороны подняться как тут классно как тут красиво там еще есть одна просто красиво сейчас зайдем сюда посмотрим что там а вообще вообще мы смелись и гуляли по бендерам и поднялись по какой-то лестнице которая привела нас именно сюда в бендерскую крепость немножко пройдя мы увидели что есть касса заплатив на которой можно пройти вот где мы находимся очень красиво все такое старинные так если мы сейчас поднимаемся сюда то мы получается будем где-то оттуда выглядывать у меня неудобно потому что у меня мастерка милиции давай держи фух смотри какой давай вниз спустимся лесники также деревянные ступеньки это вместо раньше был факел а сейчас видишь свет и замочек вот такие окошечки кругленькие не фокусируется четыре окошечка вот таких все такое старое старое ну конечно же ступеньки наверх давай я пойду первая а ты держись можешь мастерку одеть на себя и тогда будет проще ой держаться что-то я зацепилась но здесь ступеньки ровные более лучше чем здесь можно не только за перевод держаться можно еще и за боковинки а между прочим здесь лестница намного круче чем там и вот так вот красиво круто круто да это прям люстра ну идем посмотрим куда окошки выходят с другой стороны это скорее всего дверь да но она забита без выхода потому что балкончика нет а вот главный вход мы вход и коса мы отсюда заходили а вот главный вход мы ну что идем дальше давай наверное мне мастерку мою а ты держи за перила потому что здесь ступеньки более такие да ну ничего не страшно они более крутые такие но спуститься можно но она берила если что можно за боковинки держаться то спускаться так сложно в это при днестровске мы путешественники не сиделось на доме пошли путешествовать ой как тут красиво также можно понаблюдать вот здесь смотри там елочки высажены видишь да такие маленькие как красиво это скорее всего здесь казнили людей да точно это твоя голову ссунутой руки там я тоже видела но мы еще доберемся до этого тут даже карета стоит идти людей немного в данном месте но все ходят фотографируются все делают селфи снимают видеоролики вообще очень очень круто ну и чтобы не затягивать ролик я покажу отдельными отдельными видеороликами зайдем сюда да это мы шли-шли и увидели дверь в конце тоннеля отдельными видеороликами покажу где мы были а здесь просто лестница такая самодельная это не та старинная которая ой она еще и считается круто да круто отдельными короткими видео я покажу что другие места в которые мы заходили в крепости прям так красиво красиво других слов нет у нас сегодня еще такая погодка залилась отличная утром было пасмурно спускаемся утром было пасмурно и даже слегка моросил дождик днем распогодилось вышло солнышко и тяжелые тяжелые облака которые я люблю в общем наверное на этом я буду заканчивать видеоролик а следующие красивые моменты из этого места из бендерской крепости я покажу в отдельных видеороликах всем пока пока